добрый день сегодня хочу рассказать вам как проводить оплату по картами в 1с управления торговлей достаточно простая вещь да там но есть нюансы по подключению торгового оборудования так далее то чтобы принимать платежи по банковским картам то есть у вас должен быть во-первых эквайринговый терминал вот во вторых если вы организуете работу в розницу то фискальный регистратор либо либо онлайн-касса либо еще что-то такое где вы будете пробивать чек вот как как это делается в настройках нси и администрирование переходим в разделом рмк и оборудования и здесь во первых подключаемом оборудовании у вас должен быть фискальный регистратор вот я установил эмулятор до фискального регистратора потому что у меня физически фискального регистратора нет вот и дальше в настройках рмк для рабочего места рабочие места кассиров рост настройка рынка для текущего рабочего места нужно что сделать то есть во первых указать этот фискальный регистратор в качестве подключаемого оборудования и дальше указать эквайринговый терминал указать эквайринговый терминал терминал это запись справочника эквайринговые терминалы где указано наименование терминала банковский счет и эквайр эквайр это собственно говоря банк вот из справочника контрагент и юридические или физические лица но это это ваш контрагент вот у нас качестве эквайра заведен банк кремлевский о банковский счет это счет в этом банке счет в этом банке да то есть который открыт для того чтобы принимать эквайринговые платежи вот здесь указан номер его и соответственно вы можете просто занести в этот справочник вот номер этого терминала и соответственно вот такого выбрать все терминал настроен причем к рабочему месту может подключено несколько терминалов допустим если вы проводите оплату по разным юридическим лицам либо там отправлять оплату по каким-то причинам там на разные счета такое тоже бывает вообще в розничной торговле там разные сложные схемы используются для того чтобы принять деньги от клиентов вот и здесь я установил галочку без подключения торгового оборудования также и установил ее использовать без подключения торгового оборудования в разделе кассы кгм для рабочего места эта галочка нужна для того чтобы локально все работало без физического наличия торгового оборудования чтобы мы могли проверить весь этот функционал все больше нам ничего здесь не нужно настройка достаточно простая теперь нам нужно оформить продажу Заходим в продажи, открываем рабочее место кассира, здесь возникает окошко по подключению торгового оборудования, все равно, даже если галки везде поставили, мы не будем этого делать, просто добавим позицию, перенесем ее в документ, обязательно установим продавца, потому что иначе программа будет ругаться, что для позиции номенклатуры не установлен продавец, либо мы можем здесь изменить, продавца нажать, вот, для текущей строки, вот, без разницы, и соответственно выбираем дальше оплатить картой, оплатить картой, Ctrl-Shift плюс F8, вот, соответственно выбираем оплату картой, и программа нам указывает сумму 38,250, можно эту сумму уменьшить, и там у вас будет смешанная оплата, и здесь указываем номер карты, вот, полностью, либо там частично, но вообще это абсолютно не важная информация, можно не копировать, но программа там требует, и можете указать дополнительные данные, да, там номер чек, номер квитации, терминал, но опять же это редко используется. Все, и нажимаем после этого выполнить операцию, после этого, если у вас подключен экваринговый терминал, на нем отображается сумма, вот, это 38,250, вы передаете этот экваринговый терминал клиенту для оплаты, он может либо вставить карту, набрать код, вот, обычно суммы там свыше 1000 рублей защищены кодом, либо провести карту, либо поднести PayPass, там, телефон к вашему терминалу, ну, в общем, достаточно много вариантов для того, чтобы эту оплату принять. Вот, если у вас экваринговый терминал связался с банком и выдал чек, и написал, что оплата прошла успешно, либо там может быть просто успешно, либо соединение прошло успешно, но в любом случае у вас там должен выдаться чек, на нем должна вот эта сумма быть 38,250, после этого вы в программе здесь подтверждаете, что оплата на экваринговый терминале прошла успешно, и говорите да. Да. Говорите да, и, соответственно, здесь у вас возникает оплата по платежной карте, там, 38,250, сдача не нужна в этом случае, потому что это безналичная оплата, и вы нажимаете пробить чек. После этого, соответственно, вы можете посмотреть, да, что у вас чек ККМ, он у вас пробит, вот, и вы можете уже закрыть кассовую смену. Закрыть кассовую смену для того, чтобы у вас произвелись все расчеты, списались товары, во-первых, во-вторых, начислилась оплата платежными картами. Вот здесь в отчете о розничных продажах возникает именно оплата по платежной карте, вот здесь возникает номер этой платежной карты, и, соответственно, вы можете отчет о розничных продажах провести. Ну, еще желательно всегда указывать там подразделения, да, там, в отчете на всякий случай, но вот они у нас здесь не заведены, вот, соответственно, мы этого делать не будем. Соответственно, после того, как вы провели отчеты о розничных продажах, у вас здесь закрывается смена, и вы можете посмотреть в отчетах по казначейству, открыть до казначейству, отчеты по казначейству и ведомость по денежным средствам, вот, сформировать ее и увидеть, что у вас сформировалось поступление от банка по эквайрингу, вот, поступление от банка по эквайрингу на сумму 38 250 рублей, вот, и, соответственно, сформировалось оно автоматически, да, там, на основании, на основании того, что вы провели отчет о розничных продажах, и, соответственно, эта сумма здесь возникает. Это то, каким образом оплачиваются розничные чеки. Дальше, вы также можете по эквайрингу оплатить оптовую продажу, то есть, как это сделать? Вот у вас есть реализация товаров и услуг. Реализация товаров и услуг на сумму 54 тысячи, да, там, 694 рубля, она проведена, там, с оптового склада, и здесь, соответственно, везде оптовая цена. Ну, у вас пришел покупатель с корпоративной карты и говорит, я хочу оплатить, вот, оплатить эту продажу по корпоративной карте, и хочу оплатить ее, ну, безналичным расчетом. Соответственно, здесь вы нажимаете кнопку вот на основании, либо в журнале, да, то есть, либо в самом документе. Кнопка есть тоже вот на основании. И на основании документа реализации просто создаете документ эквайринговую операцию. Вот здесь точно так же указываете номер карты. Вот здесь у вас сумма, расшифровка платежа полностью написана. Вы устанавливаете, да, там, ответственного, полностью эту операцию проводите, и точно так же пробиваете чек. Вот пробиваете чек, соответственно, здесь, когда вы нажимаете эту функцию, пробиваете, пробить чек, да, то есть, программа у вас точно так же подключается к фискальному регистратору. Вот здесь вы указываете сумму оплаты, предоплаты, кредит, ну, сумму нужно указывать, сумму оплаты, да, то есть, дальше вы можете не отправлять чек, либо, стандартно, там, закону о розничных продажах и фискализации данных, вы можете там отправить смс, вот, либо, либо отправить смс, либо отправить этот чек по почте. Вот здесь программа сразу вам показывает, что оплата электронными, сумма НДС 20%, итог показывает, в общем, все полностью то, что нужно для того, чтобы оформить продажу, здесь все есть. Вот таким образом это выглядит, и, соответственно, дальше вы также можете перейти в ведомость по денежным средствам и сформировать, сформировать, еще раз нажать кнопку и увидеть, что сумма у вас поменялась. То есть, было там 54, стало там, стало больше. Вот таким образом работает оплата по картам в 1С управлении торговлей. Все достаточно просто, нужно определиться с терминалом, посмотреть в каталогах, да, там есть популярные решения, ну, в основном банки все сами предоставляют терминалы. Вот, либо в аренду, либо на безвозмездной основе, если у вас есть там какие-то обороты по безналичному расчету, там совершенно различные тарифы, да, там, но основная практика – это какой-то минимальный платеж за аренду и там до 2% в зависимости от вида деятельности, до 2% за оплату, да. То есть, банковские терминалы принимают практически все виды карт и все виды платежных средств. Это очень в России развито, то есть, все виды карт – это Visa, MasterCard, Mir, потом китайская платежная система и разные там специфичные системы. Ну, это все нужно уточнить в банке там и так далее. Соответственно, терминал предоставляется в аренду там либо бесплатно, полностью подключается, ну, а для того, чтобы завязать его с 1С Управлением Торговли и подключить там все торговое оборудование, фискальные регистраторы, в общем, полностью настроить рабочее место, обращайтесь к компанию Кудрлайн, мы с удовольствием вам это поможем, это можно сделать удаленно. Большое спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok